Центр мироздания Бог А если говорить о человеке, о его высшем творении, то человек, ты, твое маленькое я, это маленький центр вселенной Ты как бы центр окружности, и все бытие вокруг тебя как бы крутится, все события, случайности в кавычках И все, что происходит с тобой, обусловлено лишь твоим внутренним духовным состоянием, устроением твоей души И все события, хорошие, плохие, скорби, а тем более болезни, являются прямым следствием твоего душевного устроения То есть твоих помыслов И прежде всего нужно понять одну очень важную вещь В духовном мире как бы нет материи А если нет материи, то нет и времени Нет ни прошлого, ни будущего Там есть только настоящее На самом деле так и в нашем мире Прошлого уже нет Будущего тоже нет Оно еще не наступило То есть существует лишь настоящее Это трудно понять Но ты можешь задать себе вопрос Что для меня главное в моей жизни Какое чувство для меня является определяющим И ответ найдешь ты быстро Это счастье Так можешь ли ты быть счастливым в прошлом или будущем Нет, это невозможно Счастье возможно только в настоящем И если ты в эту систему координат Поместишь помыслы То увидишь, что помыслы Это как раз и есть болезнь души Которые заставляют нас жить Или в прошлом, или в будущем И лишают нас настоящего А что же такое прошлое и будущее? Это небытие То есть помыслы заставляют нас жить В небытии Они убивают нас И само направление души Становится обратным От духа Вплоть Но тело и душа человека Это нечто единое Таинственно единое И если заболевает душа То будет болеть и тело Таково, если хотите Онтологическое богословие Болезни И поэтому Есть болезни телесные Легкие А есть тяжелые Легкие болезни Вызывают как бы Перезагрузку Нашего сознания Это как бы Взяли поезд Который едет не в ту сторону Повернули в обратную И снова поставили На рельсы Но есть болезни И тяжелые Это когда Поезд Мчится с огромной скоростью И перевернуть В воздухе его Невозможно Ему нужно сначала Притормозить Потом остановиться И только тогда Можно будет его Развернуть И в этом случае Человек Поставляется На грань Жизни И смерти Таков рак И другие болезни И когда Врач Египетского фараона Впервые Описал Рак Написав В разделе Аннотации Эта болезнь Лечения Не имеет Это был Диагноз Для всего человечества Диагноз Не телу Но душевному Состоянию И если Для язычников Не было выхода То сейчас Все изменилось На землю Пришел Христос И открыл нам Непредставимые Для язычников Вещи О том Что Наша жизнь Всего лишь Короткий миг Перед переходом В вечность И наша задача И весь смысл Нашей жизни Лишь только в том Чтобы Подготовиться К переходу В вечность И имея Дело С болезнью Ты имеешь Дело С божественным Промыслом Доказательством Этому Является Современная Медицина Которая Накопив Громадный Опыт И имея Непредставимые Лекарства Так и не может Объяснить Почему происходит Возникновение Рака А ведь это Самый простой И главный вопрос Заболевшего Человека А почему Я И современная Медицина Против своей воли Помогает нам Определить Духовные Корни Онкологии И любой Тяжелой Болезни И чем Больше Усилий Человечество Прикладывает Для того Чтобы Открыть Причину Рака Тем более Ясно Оно убеждается Что это Невозможно Это как Физическая Природа Постоянной Планка Чтобы Здоровая Клетка Мутировала В раковую Должно Произойти Несколько Генетических Событий И Современная Генетика Определяет Что Каждое Из этих Событий Имеет Совершенно Ничтожную Вероятность И Сочетание Этих Вероятностей Просто Необъяснимо То есть Любая Из этих Трансформаций Здоровой Клетки В раковую Не может Быть Объяснена Наукой И Это Яснее Всего Указывает На Духовные Корни Болезни Итак Земной Мир Это Всего Лишь Проекция Духовного И Все Что В нем Происходит Лишь Отражение Духовных Событий И Что 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 Делает Современная Медицина Гордость Человечества Когда Обнаруживает У больного Рак Или Тяжелую Болезнь Врачи Прежде Всего Водят Человека В панику А потом Поддерживают Эту Панику Всеми Возможными Средствами Мы Даже Не говорим О Коммерческой Составляющей Этой Индустрии Которая Просто Ужасна Итак Наша Задача Выйти На свободу Из этой Предопределенности И Побороть Обреченность Организм Человека Имеет Запас Своих Внутренних Жизненных Сил Которые Очень Ограничены И Легко Растрачиваются Назовите Это Внутренней Энергией Или Иммунитетом Как Хотите Это Как раз Именно То Что Не признает Современная Медицина А Отчего Зависит Количество Этих Жизненных Сил Отчего Их Становится Больше А Отчего Меньше Растрачиваются Жизненные Силы В Грехе В Любом Грехе Который Вызван Рассеянностью Ума Тем Более В Блудном Грехе А Собираются И Увеличиваются Эти Жизненные Силы Путем Добродетельной Жизни Когда Душа Человека Хранит Божественные Заповеди Современная Медицина Лишь Создала Симулякр Этой Внутренней Энергии Или этих Жизненных Сил Назвав Эти Вещества Хенины Которые Регулируют Скорость Метаболизма Крови Человека И Могут Вызывать Замедление Или Ускорение Болезни И Здесь Следствие Выдается За Причину Опять Обман Итак Возвращаясь К антологическим Основам Болезни Мы Открываем Что Болезни Вообще Не существует Это Как бы Фантом Нашего Ума Который Создается Нашим Искаженным Механизмом Восприятия Чтобы Объяснить Нам То Что Ум Понять Не в силах Другими Словами Ум Пораженный Грехом И Оторвавшийся От Бога Ослепленный Эгоизмом С помощью Подобных Фантомов Пытается Объяснить Себе Весь Окружающий Мир Все События Этого Мира Создавая Вокруг Человека Как бы Такое Наваждение Которое Святые Отцы И называли Миром И так Болезни Нету Ее Просто Не существует А что Есть Есть Задача Задача Бога Которым Он Указывает Душе На ее Внутреннее Уродство На то Что ей Необходимо Срочно Исправить На те Изменения В ней Которые Несовместимы С жизнью И более Того Когда Глаза Души Открываются Она Видит Более Потрясающую Картину Она Видит Что Все Внешние События Являются Всего Лишь Зеркалом Ее Внутреннего Состояния Но Откуда Берется Это Наваждение И Почему Мы Так Доверяем Своему Уму Дело Здесь Вот В чем С детства Ребенок Формирует У себя Неверные Стереотипы Живя В греховном Мире В мире Полностью Пронизанном Греховными Побуждениями И действиями Ему Нужны Эти Стереотипы Для того Чтобы Защититься От Окружающего Мира Который Ему Кажется Злым И Жестоким Например Встречая Боль Ребенок Начинает Бояться Боли И С годами Эта реакция Закрепляется В нем Становясь Автоматической И Переходя На Подсознательный Уровень И во Взрослом Возрасте Эта реакция Уже Срабатывает До того Как Его ум Начинает Что-то Понимать То есть Эта неправильная Реакция Есть Всего лишь Дурная Дурная Привычка Или Например При Унижении Ребенок Начинает Плакать И Обижаться И Обида Становится Реакцией Стереотипом В душе Когда Человек Становится Взрослым И Из Таких Блоков И Стереотипов Формируется Механизм Восприятия Окружающего Мира То есть Наш Механизм Восприятия Почти Полностью Состоит Из Неправильных Реакций Или Дурных Привычек И Самое Важное Что Этот Механизм Восприятия Полностью Кривой Он В корне Неправильный Именно Его Называли Святые Отцы Ветхим Человеком Которого Необходимо Совлечься Но Вы Спросите А какие Реакции Правильные А какие Реакции У маленьких Детей На Оскорбление Вы Удивитесь Это Удивление Так Реагирует Чистое Сердце Итак Формируясь В детстве И с годами Эти Дурные Наклонности Складываются В некий Единый Механизм Восприятия И Что Трагичнее Всего Они Со временем Срастаются С душой И Переходят На Подсознательный Уровень И Создают Как бы Ложную Индивидуальность Такой Виртуальный Фантом О котором Человек Думает Что Это Он Сам И Есть И Так Этот Фантом Блокирует Подлинное Чистое Восприятие Чистого Сердца Давая Ему Некую Иллюзию Что Он Может Защититься В жизни От Зла И Этот Темный Фантом Подменяет Любую Деятельность Нашего Сердца Своими Ложными Реакциями И Прежде всего Это Проявляется В том Что Душа Человека Теряет Живость Чистоту И Непосредственность Реакции Как бы Цементируясь И Становясь Костной Поэтому Говорили Ветхий Человек Мертвый Человек Гнилой Например У мужчин Одним Из Самых Сильных Стереотипов Является Понятие Справедливости Которое Каждый Ребенок Создает Себе С детства Это Хорошо А это Плохо Так Можно А так Нельзя И Если Справедливость Нарушается То То Мужчина Жестоко Страдает И Готов Бороться За нее До смерти А старик Уже не способен Примириться С нарушением Справедливости Вы Скажете Да Но Как же Иначе А давайте Сравним Реакцию Мужчины И Реакцию Ребенка Живого Чистого И Непосредственного Восприятия Чистого Сердца Разве Ребенок Справедлив Да Для него Даже Таких Понятий Не Существует Вы Ему Не Сможете Объяснить Что Это Такое При Всех Усилиях Это Невозможно Ребенок Живет Сердцем Творчески Нестандартно И Живо Реагируя На Каждое Воздействие Из Окружающего Мира Поэтому Ребенок И Видит Наш Мир Истинным То есть Добрым Где Живет Только Добро И где Миром Управляет Господь Точнее Ребенок Чувствует Это Потому Что Понять Умом Это Невозможно Именно Поэтому Дети Очень Быстро Забывают Обиды То Что Для Взрослых Вообще Невозможно А Ведь Только Живое Чистое Сердце С Непосредственным И Прямым Восприятием Способно Быть Счастливым Только Такое Сердце Может Жить В Настоящем Взрослый Человек Доверившийся Своему Уму Обречен Жить В прошлом Или В будущем И Является Как бы Выброшенным Из Подлинной Жизни И Более Того Только Чистое Сердце Способно К Творчеству Подлинному Проявлению Подобия Божия В Человеке Но Трагизм Ситуации Еще и В том Что И для Бога Только Живое И чистое Сердце Привлекательно И только Оно Имеет Значение Оно Является Подобием Бога И Оно Есть Жизнь И Теряя Эту Жизнь Душа Обрекает Своё Тело На Болезнь И Этот Базовый Уровень Фантомов Или Стереотипов Держит Плену Все Человечество Но Людей Которые Начали Ити К Богу Ожидает Новая Опасность Потому Что В Духовной Жизни Создаются Новые Стереотипы Духовные Да и Как им Не возникнуть Если Мы Подменяем Духовную Жизнь Цитатами Из книг И Пытаемся Черпать Своё Знание О Боге И Церкви Из Мёртвых Описаний И Не И Не имея Живых Наставников И Получая Знания Из Книг Мёртвое Знание Люди Ухватывают Лишь Ложные Ориентиры Которые На эти Ориентиры Это Ложные И Рано Или Поздно Такие Ориентиры Приводят Душу В тупик Краю Пропасти Другими Словами Духовные Стереотипы Горазно Опаснее И Их Ещё Труднее Осознать И Самое Страшное Что Эти Ложные Стереотипы И Искажённый Механизм Восприятия Души С годами Закостеневает И Становится Как бы Панцирем Который Блокирует Все Реакции Души Любые Проявления Живости Сердца Закрывая Душу И от Людей И от Бога А к старости Этот Панцирь Становится Каменным И Полностью Блокирует Душу Делая Ее Не способны К изменению И К учёбе И Тогда Жизнь Человека Прекращается Потому что Для Бога В такой жизни Нет Никакого Смысла Такая Душа Уже Не способна Учиться Нет Богу Напротив Нужно Чтобы Душа Ожила Чтобы Она Очистилась И Умела Находить Творческие Нестандартные Решения В любой В любой Ситуации Как Это Делает Ребёнок Богу Не нужны Биороботы Которые Будут На всякую Задачу Отвечать Молитвами На всякую Потребу Богу Нужен Живой Человек Способный Развиваться Расти И учиться С чистым Сердцем Способный К творчеству То есть К развитию В себе Образа И подобия Божия Потому что Только такому Человеку Только Живой Душе Господь Может Открыться Как Друг Потому что Богу Не нужны Домашние Животные Ему Нужны Друзья Которым Бо Он Мог Открыть Божественные Тайны И Именно Для Этого Души Приходят В мир Но Засементированные Души Закрытыми Глазами И Заткнутыми Ушами Пытаются Ускользнуть С этого Узкого Пути Где Сердце Должно Ожить А для Этого Оно Должно Страдать И Болеть Болеть Потому что Очищается Страдать Потому что Оживает Ведь Жизнь Сердца Прежде всего Проявляется В его Сострадании А это Значит Страдание Да Нас 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 Ждет Страшное Открытие Ничего Формальное Богу Не Нужно И Для Нас Это Бессмысленно И И В церкви И В духовной Жизни Любые Формальные Поступки Совершенно Бесполезны И Рак Или Другая Болезнь Дается Человеку Не Как Наказание А Как Задача Указывая На То Направление В Котором Душа Должна Измениться Поэтому Каждая Болезнь Имеет Своим Источником Какую-то Определенную Страсть А рак Называют Болезнью Обиды Болезни Сердца Это Болезни Зависти Болезни Желудка Это Болезни Сладострасти И Так Далее Это Соответствие Было Очевидно Человечество На протяжении Всей его Истории В любой Его Культуре Итак Рак Болезнь Обиды То есть Нарушенной Справедливости Когда Душа Оказывается Порабощена Стереотипом И в это Положение Окаменения И Нечувствия Душа Приходит Незаметно За Долгие Долгие Годы И Выход Из этого Тупика Каждая Душа Должна Найти Сама Потому Потому что Каждый Сам С детства Создавал Свои Стереотипы Которые В корне Ложны Да Эта Жизнь Подобна Болоту Которая Засасывает Тех Кто На это Соглашается Или Этот мир Подобен Мясорубке Которая Отрывает У человека Ту часть Тела Которую Он В нее Попадает Итак Первый Шаг К Исцелению Ты Должен Простить Всех Людей И Отпустить Всех На Свободу Пускай В своей Жизни Поступают Так Как Считают Нужным Нам До Этого Нет Никакого Дела А Чтобы Сделать Второй Шаг Нам Придется Вспомнить Что Скрепляющим Клеем Для Этого Страшного Панциря Является Страх Именно Страх Объединяет В себе Все Кривые Блоки И Стереотипы Вклеивая С собой Эти Кривые Очки Прямо В наши Глаза Страх Боли Это И есть Та Самая Злая Духовная Сила Которая Убивает Душу Человека Преонкология А Страх Страданий Обнуляет Жизненные Силы Организма При Любой Другой Болезни Нужно Понять Что Убивает Человека Не боль А Страх Боли И Прежде чем От боли Погибает Тело От страха Боли Умирает Душа Итак Второй Шаг Необходимость Побороть Себе Этот Страх Боли Когда В Души Открываются Духовные Очи Она С удивлением Познает Что Ни один Человек Не может Умереть Просто так От болезни Жизнь Человека Бог Прекращает Только В том Случа Если Душа Уже Не может Больше Изменяться Не может Учиться Если Душа Настолько Закостенела И Исчерпала Саму Себя Что Уже Не способна Решать Задачи Итак Жизнь И смерть Находятся В руке Бога Зачем Нам Волноваться О том Что Изменить Не в наших Силах Мы Можем Не принимать Помыслов Отвергнуть Страх И В молитве Полностью Предаться На волю Божию Вот здесь И наступает Самый Трудный Третий Шаг Нам Нужно Предаться На волю Божию Это Непросто Потому что Предаться Нужно Так Чтобы Решиться Умереть Но не Отступить От Преданности И доверия Божественному Промыслу И тогда Для души Само собой Откроется Духовное Знание Как Не бояться Болезни А самая Страшная Ошибка Если Больной С головой Брызгается В лечении Если Он Доверился Врачам Тогда Душа Впадает В панику И Такая Всецелая Обращенность На болезнь Является Замыканием В своем Эгоизме И Парализует Все силы Души Она Просто Убивает Иммунитет Тела И Больной Гибнет Неминуемо Погибнув Сначала Душою А потом Уже И телом Итак Наша задача Предаться Воле Божию Но Чтобы Это сделать Искренне Нам Необходимо Сделать Четвертый Шаг Научиться Не замечать Болезнь Нужно Понять Что Если Ты Обращаешь На нее Внимание То Болезнь Становится Твоим Богом Вся Сила Человека И его Энергия Во Внимании Именно За Внимание Человека Идет Ожесточенная Борьба Сил Света И сил Тьмы И Это Тот Ключ Который Дьявол Пытается Украсть Людей Первым Делом Где Наше Внимание Там И мы Нужно Глубоко Осознать Этот Духовный Закон Отдавая Внимание Болезни Мы Делаем Ее Злым Богом Которая И убивает Нас И Самая Большая Ошибка Доказательной Медицины В том Что Она Не боится Вводить Человека В панику Блокируя Его От Настоящих Правильных Решений И Закрывая Ему Единственный Подлинный Выход Всецело Обращая Душу На Лекарства И На Лечение Такой Обезумевший Больной Начинает Искать Чудесные Иммунные Препараты Начинает Лечиться Водой Воздухом Пищей Голодом Дыханием Задержкой Дыхания И Ничего Не Помогает Лишь Только Короткая Отсрочка И Смерть И Иначе Быть Не Может А Врачи Тем Временем Подсчитывают Заработок И Разводят Руками Итак Наша Задача Стоит В том Чтобы Ты Как бы Болел Но Как бы Не знал Об этом Придавая Свою Судьбу Богу Решившись Умереть Но не отступить От этого Упования На промысел Божий А решимость На смерть В том И выражается Что Человек Уже Не боится Бей В одну Точку Средоточься И решись На смерть И Тогда Обретешь Жизнь Ведь Если Ты Найдешь То Ради Чего Можно Умереть Ты Обретешь То Ради Чего Можно Жить А Самая Безнадежная Ситуация Возникает В том Случае Когда Больной Полностью Положился На врачей И Доверился Их Лживым Обещаниям И Еще Хуже Когда Умирают Сами Врачи Вот Перед Тобой Современные Иммунные Препараты Дающие Гарантию Есть Деньги Есть Врачи Оно Ничего Не Помогает И Смерть Опрокидывает Все Эти Ложные Надежды И Вот Когда Человек Решился Умереть Но Не Отступить От Упования На Промысел Божий Для Него Все Резко Меняется Так Было С Известным Старцем Отцом Виталием Белисским Когда То Врачи Поставили Ему Диагноз Неизлечимая Болезнь И Он Решил Посвятить Свою Жизнь Помощи Подвижникам И Поехал На Кавказ Умирать Врачи В панике Кричали Ему Куда Ты Сумасшедший Остановись Ты Можешь Лечиться Ты Можешь Оттянуть Но Отец Виталий Только Улыбнулся В ответ Он Отправился В горы Кавказа И Стал жить Там Как Птица Небесная Ничего Не Вкушал Переходил Босиком Ледяные Реки Забыл О себе И Посвятил Свою Жизнь Помощи Отшельником Он Сказал Себе Раз Мне Нечего Терять Посвящу Остаток Своей Жизни Добру И Конечно Бог Его Исцелил Так Что Самый Лучший Учитель Это Страдание Пока Не растопчешь Самого Себя Не Научишься Любить Бога И Людей Пока Не Откажешься От Своего Собственного Счастья Никогда Не Узнаешь Что Это Такое Итак Признак Того Что Мы Сделали Четвертый Шаг Это Отсутствие Страха Перед Любыми Обстоятельствами И Изменениями В Жизни Ибо Ибо Любви Нет Страха Потому Что Любовь Изгоняет Страх Итак Древняя Медицина На протяжении Всей истории Человечества Учила Как Сохранить Здоровье И Это Единственный Способ Добродетельная Жизнь По Божественным Заповедям А Если Приходит Болезнь Она Подобна Красному Сигналу Светофора Когда Душе Нужно Остановиться И Оглядеться И Поэтому В лечении Древние Врачи Видели Лишь Два Принципа Заболел Остановись И Оглядись А для Тела Ты можешь Сделать Всего Лишь Две Вещи Первое Это Смени Еду Не Помогло Тогда Второе Смени Климат То есть Древняя Медицина Учила Как Сохранить Здоровье А в Современной Медицине Этот Раздел Напрочь Отсутствует Потому Что Для нее Объект Это Бесконечно Больной Человек На Котором Можно Зарабатывать Деньги И В любом Случии Болезнь Всегда Является Для души Очищением Поэтому Афонские Старцы Преподобный Порфирий Ковсакалевит Преподобный Паисий Святогорец Мечтали Заболеть Раком И Наконец-то Заболели Именно Для того Чтобы Очиститься И Приготовить Душу К Переходу В Иной Мир И Лишь По Особому Действию Промысла Божия Святые Люди Получали Такой Подарок В кавычках Но Вы Скажете А почему Многие Святые Болеют Неужели Все Они Хотели Заболеть Нет Здесь Немножко Сложнее Дело В том Что Есть Духовный Закон Если Ты Молишься О Человеке Ты При Желании Можешь Взять Его Болезнь На Себя Можешь Взять Половину Его Болезни Можешь Взять Какую То Часть И Святые Молящиеся За Весь Мир Иногда Берут Болезнь Других Людей На Себя Осознанно Просто Потому Что Страдающее И Любящее Сердце Не Может Этого Не Делать Подобно Тому Как Мать Готова Болезнь Ребенка Взять На Себя Ей Так Будет Даже Легче Примерно Так же Чувствую Себя И Святые Для Которых Все Мы Родные Дети Дети Божии Призванные Стать Маленькими Богами По Благодати Итак Вы Видите Что Болезнь Это Духовное Таинство И Она Всегда Приносит Огромную Пользу Душе При Одном Условии Если Душа Благодарит В них И Терпит Болезнь Без Ропота И Вот Мы Подошли К Пятому Шагу Есть Очень Важный Духовный Закон Если Ты Можешь Благодарить Бога За Болезнь То Она Проходит Мимо Тебя Не Задерживаясь Как Волна Через Утес Или Как Ветер Который Нагибает Траву Наломает Сухие Мертвые Деревья Для Этого Нужно Научиться Презирать Болезнь Мы Больше Не думаем О болезни А думаем Только О Христе И Всю Нашу Жизнь Предаем Ему В Его Благие Руки И Только Тогда Нашей Жизни Происходит Чудо Только Тогда Болезнь Проходит Мимо Нас Но Чтобы Это Сделать И Научиться Благодарить В болезни Нужно Усилие Нужна Борьба Борьба С ветхим Человеком С Нашими Стереотипами Со Своим Собственным Кривым Безнадежно Искаженным Механизмом Восприятия И Шестое Очень важно Понять Одну Трудную Вещь Не Понимая Духовных Законов Люди Обычно Ждут Что Бог Поможет Им Решить Их Собственные Проблемы Но Господь Не Делает Этого Просто Потому Что Это Не Проблемы А Это Задачи Задачи Которые Должна Решить Сама Душа И Которая Будет Повторяться Если Она Не Может Ее Решить И Уберет Ее Господь Лишь Только Тогда Когда Эта Задача Будет Душой Решена Другими Словами Чем Сильнее Мы Пытаемся Изгнать Болезнь И Чем Больше Времени Уделяем На Лечение Тем Сильнее Она Начинает Властвовать Над нами И Владеть Нашей Душой Как Рабом И Таким Образом Мы Все Глубже И Глубже Погружаемся В Нее И Такая Душа Погрузившаяся В Плоть Уже Не Способна Верить В Чудо Итак Душа Не Только Не Должна Предаваться Липкому Страху Но Никакого Сомнения Даже Не Должно Быть В Самой Глубине Сердца Это Есть Таинство Доверия Которое Заключается В Самой Простой И Бесхитростной Вере Богу Примерно Так Как Мы В детстве Доверяли Своим Родителям Без Рассуждения Но Если Вы Позволите Подключиться Уму То Он Не Даст Вам Это Сделать И Седьмое Важно Понять Что Усилием Порывом Энтузиазмом Здесь Ничего Не Получится Сложные Задачи Не Решаются Порывом Нужно Нужно Остановиться Задуматься Сосредоточиться И Хотя бы Понять В чем Состоит Сама Задача А Предать Себя Богу Это Большое Искусство Но И Нет Ничего Проще Чем Это Сделать И Седьмой Тезис Открывает Нам Что Труднее Всего Сделать Самое Легкое Это Закон Бытия А Что Ж Самое Легкое Полюбить Христа Всем Сердцем И Отдать Ему Свою Жизнь И Так Лечит Только Любовь А Лекарства Лишь Помогательные Средства И Вот Мы Подошли К важному Ориентиру Так В чем Состоит Преданность Богу Преданность Богу Состоит Преодоление Панического Страха Перед Злом И Обучая Этому Таинству Доверие Преподобный Порфирий Ковсоколевит Говорил нам Даже Просить у Бога Убрать болезнь Это неправильно Лучше Просить у Бога Терпение В болезни Просто Потому Что Чем больше Ты Просишь у Бога Убрать болезнь Тем Больше Внимания Ты Обращаешь На нее И тем Сильнее Эта болезнь Сжимает Твою душу В своих Объятиях Другими словами Подлинным Лекарством От болезни Является Всего лишь Правильное Устроение Души И наша Задача Всего лишь В том Чтобы Точно Найти Это Правильное Устроение Задача 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 Задача